Привет, народ! Мы продолжаем проходить Spin Tires. Это наша третья серия по карте. Тяжелая работа. А давайте начинать. Взглянем на карту. В прошлый раз мы так неплохо поработали, но у нас остались закрытыми довольно-таки значительные участки карты. Итого надо открыть еще дополнительно 5 точек, да? Давайте, собственно, посвятим этому делу всю нашу сегодняшнюю серию. Попробуем разблокировать все точки, пооткрывать их. Так, вот на какой машинке все это делать, друзья? Наверное, все-таки будем делать это на УАЗе, потому что изначально эта машинка первопроходится, да? Так, вот первая точка наша находится где-то там. Давайте маркер поставим, может быть, чтобы не заблудиться. Ну, поедем. Уже темнеет, я так посмотрю, да? И похоже, что ехать-то придется нам ночью. О, пенечки, смотрите-ка тут. Автор карты нам еще пенечков тут наставил. Так, ну тут грязевая лужа, мы туда, конечно, не пойдем, не лужа, а вот это вот. Очень плохая, непроходимая грязь, да? По лесу, я думаю, прокатимся. О, там вообще, смотрите-ка, да? Лужа явно сложно проходимая. Кстати, маркер я уже вижу. Где-то там должна быть и... ...точка разведки. Так, да, вот я уже, собственно, вижу саму точку разведки. Давайте вот так вот немножечко приблизимся к ней. Дальше, кстати, проехать можно, вполне себе. И там я вижу дорогу. Давайте-то не доплетемся, что ли. Так, у нас тут мост. Причем такой, знаете, для УАЗа очень нехороший мост вот этот, на самом деле. Я тут как-то уже пытался проехать, и... ...машинка полисала довольно долго. Но нам как раз-таки... ...оттуда и надо, да, на ту сторону. Хотя, вот я смотрю, здесь вот тоже точки есть. Ну, ладно. Поедем на ту сторону. Поставим маркер. Поточнее, давайте вот. Вот так вот поставим. В принципе, вот тут вот дорожка проходит. Тут вот лес, не сказать, чтобы, да, такой густой. И как раз-таки, тоже дорога. Можно, может быть, так вот потом проехать. Не знаю. Смотрим. Сейчас задача преодолеть этот мост. Поехали. Казалось бы, да, что-то такого. Мост и мост, но... Я вас уверяю, друзья, для УАЗа этот мост просто... ...жесть. Ну, вот видите, да, что? Недостаточно, так сказать. Придется как-то с грязи, что ли, туда вот заезжать на него. Ну, вот, мы не можем нормально заехать, потому что колея недостаточные. Большая такая дырочка. Давайте, что ли, сбоку попробуем. А, ну вот тоже, смотрите, да, проблемка есть. Так. Ну, естественно, тут проваливаться будет. Регулярно тут вот так сделано, интересно. Что если остановиться, то... ...явно провалимся. Тут вот тоже дырочки повсюду. Так, ну, вроде бы... ...у вас заехал. На противоположный берег. Так, и теперь надо определиться... ...вот с этим вот лесом. Поедем мы через лес, или же... ...по дороге. Насколько я помню, здесь были озера. Причем-таки, знаете, нехорошие озера. И ехать там было бы весьма и весьма очревато. Поэтому давайте рассматривать вариант проезда. Да, все-таки по лесополосе. Ух ты, смотрите, там что-то промелькивает вдалеке, да. Это что, мой маркер, что ли? Здесь вот гели-гели красным, да, вот так подсвечивается видно. Надо же, это так уж далеко, на самом деле. Так, давайте-ка, потихонечку. Помаленечку, потихонечку, да. Ну, я бежу тут. Деревца. В частности, сухие. Ну, да, вот, смотрите. Чертовое озеро. Там, в принципе, неплохая дорога. Вроде бы. Вроде бы виднеется, друзья. Но, я вас уверяю, что дорога это плохая. И надо рассматривать другие варианты. Здесь вот лес плох тем, что с таким вот склоном, да. Наклоненный. Тем не менее, проехать здесь все можно. Вполне себе. Правда, приходится юзать. Приходится юзать, друзья, вот эту вот блокировку дифференциала, что есть хорошо. Но, зато, зато. Все-таки мы проехали по этому лесу. Сейчас еще как-нибудь так выйдем, чтобы... Ага, вот смотрите, впереди сухой деревц. Вот эти вот сухие деревца, это для улаза просто ужас. Почему? Потому что он их очень плохо ломает. Чаще на них подпрыгивает, скажем так, да. Значит, так, аккуратненько, не спеша. О, тут вот тоже грязь. Какие-то пеньки, смотрите. Я, наверное, создатель карты сделал таким образом, чтобы мы решали ехать либо по берегу, где тоже опасно, либо по этим пенькам. Ну, конечно, мы пойдем по бережку. Вот очень такая серьезная грязь. Можно видеть. Даже если бы я поехал по дороге, не въезжая в лес, я, собственно, набрел бы на те же самые приключения. Так что избежать мне их, ну, никак не удалось. Так, грязь вроде проехали. Ну, как проехали. Тут спереди еще грязь. Карта очень непростая, друзья. Но, тем не менее, к точке мы приближаемся. А, где-то здесь вот она уже должна быть неподалеку. Так, ну, естественно, здесь у нас довольно-таки густо посажены деревца. Проехать нам их, конечно, уже не дадут. Хотя вот здесь вот справа есть объезд. Опять же, сухие вот эти вот мелкие. Так, я вижу маркер. Ага, и вон там вот неподалеку точка, смотрите. Вот она. Ничего себе, прям вот рядом здесь точка, но иначе ее не видно, да? Да, запрятали ее, конечно. Так, друзья, мы проехали вот этот мост, потом вот по лесу и выехали вот на вот эту дорогу. Здесь бы нас ждала невероятная грязь, хотя, в принципе, тоже можно было бы проехать. Там есть объезды довольно-таки уже неплохие, я бы сказал. Так, ну, теперь нам надо, я так понимаю, выехать на асфальтированную дорогу и открыть, попытаться вот эту точку. До нее приличнее так пилить, но сначала надо вот сюда вот спуститься. ну, камера, как всегда, тупит, резко уходит куда-то там вбок, чтобы мы не видели машинку. Не знаю, почему Павел так сделал с камерой, или это косяк, или недоработка, или что, или он специально так сделал. Ну, вот что специально, то, наверное, вряд ли, потому что какой-то бред получается, если специально. так. Здесь вот очень грязно, да, как я посмотрю. Ну, и нам как раз-таки надо получается направо. Можно объехать. Объехать-то можно, только вот там. Хотя, в принципе, я смотрю, здесь вот можно пробраться через лес, да, вот этот вот небольшой такой. Отлично. Все, мы на твердой поверхности, и теперь, теперь мы едем малость не туда, нам надо в обратку развернуться. Все, едем до конца. До укора. Дорога состоит из подъемов и спусков. Лихачить здесь, конечно же, не стоит. Здесь вот съезд пилорами. Ну, я вижу уже маркер, да, подсвечивается там вдалеке. Что-то нам куда-то туда. Так, ну, ядно не здесь. Я подозреваю, вот здесь нам надо. КОНЕЦ Дорожка, конечно, та еще Ух ты, тут Такая Нехорошая лужа Чувствую, она очень глубокая, друзья Так, давайте-ка все это дело объедем Вот так вот Тут еще и деревца повалили Явно все это было специально сделано Да, вот она точка Аккуратненько приблизимся к ней О, смотрите, какие дальше там Переезды, да? Давайте поглядим, что мы там открыли Так, а здесь у нас Зилок 130 Но до него мы явно сейчас не доедем Здесь вот закрывает лес Еще очень сложный переезд И как раз таки все это дело едет на пилораму Интересно Надо вернуться нам сейчас на асфальт И, к слову, уже начало светать потихонечку Наша задача сейчас не провалиться в эту лужу Что можно вполне себе Спокойно сделать Благодарю Играет музыка Так, давайте-ка, наверное, здесь вот проедем Как обычно идем через лес, потому что Какая-то такая дорога нехорошая Еще немножко срезали Так, если не ошибаюсь, здесь у нас дальше будет мост Причем такой нехороший мост для УАЗа опять же Прочие машинки, конечно, с легкостью проедут УАЗик И с легкостью никак не проедет Да, так и есть Ну, я думаю, не стоит здесь пытаться проехать как-то посередке Вот что Действительно для УАЗика проблема Это испытание вот такими вот Мостами Потому что Это явно мосты для Крупных машин Так Ну, как мы можем видеть Не слишком хорошо тут УАЗик заехал Он вполне может проехать То есть так вот аккуратненько Самое главное, что Передняя ось Заехала Отлично Продолжаем Давайте глянем, куда нам надо ехать дальше Ну, буквально остаются Неразведанными две точки Ну, сразу поставим маркер сюда И смотрим, заезды есть Ну, вот здесь вот какой-то заездик есть, да Вот здесь вот заездик здесь В общем, сейчас При первой возможности, наверное, и сразу-то и заедем Вот заезд Ну, я сразу вижу, что возле заезда находятся сухие деревца В общем, наверняка Создатель карты Знал, что мы попытаемся Объехать где-то поверху, да И вот прям в начале вот Сколько расставил Так, тут еще и камни, смотрите А вон, кстати, точка, я ее вижу Тут камни такие На самом деле, несерьезные О, тут тоже был мост, смотрите-ка, да Такой вот Деревянненький Что-то я вон на тот поперся Ну, там, в принципе Надо было туда береться, потому что точка-то там далеко была Этот мост тоже Для УАЗа такой не самый лучший В общем, выбираемся Давайте отсюда выбираться Может быть здесь где-нибудь проедем Там как раз нам надо к асфальтированной дороге А, ну да, впереди мост Ну, я думаю, мы сейчас тут вот спустимся По-более-менее, хоть бы нормальный мост Для этой машины Так, ну, походу мы вернулись, друзья Так, ну, походу мы вернулись, друзья Ну, да Ну, да Мы возвращаемся К нашему тягачу Кстати, смотрите-ка Ага, машинка С каким-то таким длинным прицепом, да? Ну, это я могу сразу сказать, что это Похоже, КАМАЗ 65-20 У нас же есть 65-20, да Это КАМАЗ, друзья Раньше я его здесь не замечал, ладно Так Ну, давайте маркер, что ли, поставим тоже Надо бы открыть эту точку Что там за КАМАЗ прицепом? Неужто гаражные части? Я удивлюсь, если они Может заправщик? Давайте так уж Вот заправимся, что ли Дальше Дальше Удивим Я думаю, что ли Так. Ну вот отсюда нифига не видно, но... Точка где-то там. Ага. Так. Да, она открывает, похоже, лесоповал вот этот. Ладно, поехали. Надо решить, как мы поедем. И поедем мы, наверное, опять же через вот этот лесочек. Там вот дорога, но... Да, явно не спустимся. Здесь вот можно проехать вполне. Ага, я вижу маркер, друзья, вот он. А вот он очерчивается, и где-то там же должна быть точка. Так, ну, в таком случае нам надо бы, наверное, спускаться, да? Вот аккуратненько. Здесь, правда, склон такой серьезный, но... Так, тихо-тихо-тихо. Ну да, склон здесь... Серьезный. Хотя, может быть, на дорогу вот эту выехать? Давайте попробуем выехать отсюда вообще наверх. Поверхность твердая, и мы не можем здесь использовать деприциал часто, но он нам нужен. Блокирован. Как-то так спустились не очень удачно. Тем не менее, мы проедем здесь. Нас прям сносит туда вот вниз. Кстати, отсюда хорошо видно вот этот лесоповал. Вот так-то неплохой, но там очень рыхлая земля, друзья, вот в чем. Косячок-то, лесоповал. Так, и нам надо опять же, думаю, что на ту зеленую полосу как-то так проехать. Смотрите, опять сухое деревце, да, здесь? Ну, и вот она, точка, друзья. Думаю, что доедем уже так. Можно было так же до маркера. Так, отлично. Открыли мы полностью всю карту. Так, здесь вот у нас машинка какая-то находится. Это Урал, друзья. Вот здесь Урал. Похоже, это тоже какой-то лесоповал непонятный. Эти пинки везде, и машина прям здесь. Ну, а тут вот грязь непроходимая практически. Так, а это у нас С-265. Честно говоря... Да, вот это, наверное, у нас КРАС. Ну, он более, так скажем, доступен. Чего, вот сюда, например, ехать, да? Прям тут жижа конкретная. Не знаю, может быть, будем доставать эти машины. Скорее всего, так и будет. Потом разберемся. А сейчас мне интересно узнать, что там за машинка, что за КАМАЗ. Ну, чтобы это узнать, надо выехать обратно на асфальт. Может быть, по бережку здесь куда-то обраться, посмотреть. А можно было пересесть на тягач и доехать. Но тягач неохота срывать, он неплохо так стоит возле весоповала. Поэтому давайте-ка, вот что сделаем. Развернем наш УАЗик. Проедем точно так же. Тихо-тихо-тихо. Ну, видите, да, в чем косяк здесь. Потому что склон вот этот вот. И машинка, она вынуждена ехать либо медленно, либо она просто перевернется. Так, тут вот я думаю, мы проедем спокойненько. Так, чтобы уж совсем спокойненько, но мы проедем. Естественно, вот этот хворост на выходе. Так, ну вот эта дорожка прямо-таки приведет нас к асфальтовому покрытию. Можно прямо через лес проехать. В принципе, как. Вопрос в том, сможем ли мы по берегу проехать к тому КАМАЗу. Потому что там Брода, я помню, мы приезжали. Вернулись к тому месту, откуда начинали наше сегодняшнее путешествие. Объехали практически всю карту. Так, ну что, потихонечку поехали. Да, смотрите-то, действительно КАМАЗ и, похоже, заправщик. Тут можно вполне себе проехать, попробовать, если нас не затянет в воду и в грязь. А нет. Так. Машина-то прямо в воде стоит. Ну, естественно, она полностью разбита. Да еще и колеса шоссейные. Вот как машина сюда поперлась на шоссейных колесах. Из чего бы ради. Ну ладно. Я подозреваю, что бензолоз полностью залит. Ну да, 1600 метров. Докотолка полностью разрушена. Надо устанавливать, чинить его. Тут как бы можно подъехать, починить машину. Или на том же УАЗе, или КАМАЗе. Так, наша задача сейчас пытаться вернуть УАЗ. желательно. Будет нам еще понадобиться. Так, у нас как всегда ручной тормоз. Тихо-тихо. Машина сносит воду. Причем так нехило. Тут, кстати, по лесу можно было так же проехаться, я думаю. Без всяких приключений. Хотя, что там по лесу, давайте. прям так по берегу выйдем вполне. Не так уж глубоко на самом деле. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА здесь опять перепаркуем машинку сейчас можно спуститься пониже машинка по инерции идет ну что ж друзья думаю здесь мы ее и оставим если чем мы еще воспользуемся нашим уазом мы открыли вот этот замечательный камаз бензовоз но он разбитый даже не знаю он бы нам конечно пригодился на дорожке да я еще пока не решил как кисепки будут загружать вот эти вот пилорамы есть множество вариантов по отдельности вести машинки тоже не хочется потому что это будет долго да и горючего уйдет очень много вот тем не менее да вот карта выглядит вот таким вот образом очень интересная карта много вариаций есть асфальтированная дорога это деревушечка непонятная а два гаража замечу неплохо так расположенных то бишь туда так уж просто так не подъедешь в общем то как в оригинальных картах заправки присутствует и ни одна заправка причем в общем то это неплохие заправки то бишь и какие-то временные да также есть завоз достаточно много машин интересная карта очень интересно все это мы на этом серию завершим продолжим уже в следующий раз всем удачи и пока